подруги привет и добро пожаловать на наш канал расскажи подруги привет 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 сегодня у нас важное видео видео на тему развития ребенка гранту 6 месяцев уже большой человек и мы сегодня поговорим о том как же ребенок развивается какие у нас новые навыки какие у нас успехи и что изменилось за последний месяц так ну что ж смотрим что у нас с весом буквально месяц назад когда мы взвешивались мы были 6 300 и сейчас мы 7 400 считайте за месяц мы набрали целый килограмм так не убегай меня 67 сантиметров у нас важное мероприятие дарим что мы с тобой будем делать мой впервые братику будем давать кашу хорошая новость о том что человек у нас сейчас голодный пришло время кушать эту сосочку забираю него из ротика вот и сегодня так впервые град попробует все 6 месяцев мы ели исключительно мамино молоко и вот сейчас мы начинаем прикорм у нас гречневая каша на воде без молочная но следующий попробуем наверное молочную посмотрим сегодня так как это в первый раз мы дадим ему приблизительно чайную ложку просто познакомиться ложечка у нас манчкин силиконовая очень очень мягкая и с ограничителем то есть для самых маленьких она идеально так а грантик у нас еще не сидит то прикорм начинаем позиции полулежа так как у нас объем чайная ложечка это по чуть-чуть пристально за ним наблюдаю чтобы не дай боже ребенок не выперхнулся но пока вроде бы все нормально и даже никаких признаков нет того что он мог бы подавиться он активно хватает мои руки активно сосет ложку и видно что ему прям интересно вкусно и он с большим большим удовольствием пробует впервые в жизни новый продукт значит что у нас по признакам в принципе пищевой интерес очень хорошо проявляет он очень пристально смотрит когда кто-то из нас есть также он естественно удвоил свой вес с рождения когда что-то касается его язычка он не выдавливает этот предмет из своего ротика это тоже хороший признак что он готов уже учиться глотать и как-то уже маневрировать своим языком чтобы чтобы продукт который попадает в рот он собственно был успешно проглочен ребенком да ну и конечно тебе еще нужно учиться орудовать ложкой чтобы она не заходила в ротик слишком слишком глубоко ну что ж ты по моему миссия у нас выполнена и трапезу будем продолжать маминым молочком ну вот смотрите насколько ребенок очень очень хочет взять вот эту чашечку с кашей ну что ж трапезу нашу мы продолжаем грудным молоком которое я сцедила ранее и в принципе большую часть наверное времени наших кормлений мы едим из бутылки почему такая ситуация как вы знаете что грант плохо набирал свой вес и и наверное последние месяца полтора мы очень тщательно работали над этим вопросом я искала возможности как можно помочь ребенку на съедать нужное количество молока я приглашала специалистов лактации и многократно с ней консультировалась мы наблюдали за ситуацией а также с педиатрами консультировались но и в общем целой командой мы работали на тем чтобы наладить ситуацию с тем что ребенок не набирает вес позитивный момент в этом было то что он не истерит не психуют у него хорошее настроение он в целом-то очень хорошо себя чувствует и время бодрствования у него проходит в хорошее настроение единственное что наверное смущало это то что он плохо спал если помните я рассказывала что каждые два часа буквально приходилось его кормить и также взвешивая ребенка после кормления грудью я видела что он съедал максимум 100 миллилитров не больше и набирала ну где-то от силы наверное 400 граммов в месяц что очень очень мало понятное дело если ребенок хорошо себя чувствует развивается и нет никаких тревожных звоночков то в целом то ну окей значит так и можно от ребенка отстать но видя что он так маловато спит часто просыпается то естественно хотелось как-то ребенку помочь грудное молоко я сцеживала начинала давать это грудное молоко в объеме 200 220 миллилитров в течение дня и что вы думаете прошел месяц и вот мой ребенок уже набрал на целый килограмм весимый уже 7 килограмм 400 грамм хотя в начале месяца мы весили 6 300 если я не ошибаюсь он лучше стал спать дневные сны и лучше стал спать ночные сны дневные сны раньше у нас всегда были по 20-30 минут сейчас он может поспать час и целых два часа ночные сны на тоже у нас проходит намного более спокойно он вечером сам засыпает без проблем просыпается один-два раза ночью уже не каждые два часа утренние часы ночью он спит намного намного лучше мы перестали просыпаться перестали тревожиться перестали мучиться газиками животиком вся вот эта вот новорожденная история мучений утренних часов она тоже прошла мы спим очень даже хорошо что я в нем увидела на самом деле почему мы перешли с ним в принципе на бутылку это потому что он не знаю похоже на рэма но не совсем так он просто отвлекается он отваливается от груди он буквально одну минуту две ест и отваливать от груди причем с улыбкой по щеке течет струйка молока и все ребенок хочет смотреть вокруг хочет смотреть на меня хочет со мной взаимодействовать улыбается во всю и в общем не заинтересован в продолжении еды я понимаю что он не поел достаточно то есть это даже не 5-7 минут что считается стандартом для ребенка чтобы он поел далеко он не выдерживает это время пытаюсь выдержать паузу потом предложить вторую грудь и все что я заметила вот с такой борьбой что у меня действительно в этот момент стало пропадать молоко то есть моя голова понимает что спрос у нас не сильно то большой поэтому с каждым разом когда я сцеживала молоко я видела что этого молока становится все меньше и меньше потому что человек его не требовал следовательно я начала все больше больше сцеживаться и этот объем возвращать и у меня это очень хорошо получалось сейчас я уже сцеживаюсь не только при помощи своего молокоотсоса который работает уже вот 6 с копеечками месяцев прекрасно но я также после сцеживания молокоотсосом еще сцеживаю рукой и добрые 20-30 миллилитров могу следить еще в бутылочку рукой таким образом порция нашего кормления на следующий день собирается достаточно быстро ну и конечно же нет никакого дискомфорта в том что я не кормлю ребенка грудью ночью то есть я просыпаюсь с полной но достаточно такой комфортной грудью сцеживаюсь и прекрасно ребенок это все съедает через бутылочку и таким образом во первых он у меня есть во вторых я контролирую объем который он съедает и он съедает нужные 200 220 миллилитров и как я уже сказала ребенок начал набирать вес это был мой самый главный фактор и показатель который говорит о том что у нас все получается ну и собственно таким образом мы планируем продолжить наше вскармливание до ну минимум года и конечно же параллельно будем вводить прикорм от как сегодня мы начали кашу сейчас впереди у нас 57 дней увеличение порции порцию будем увидеть увеличивать максимум до 100 150 миллилитров но я думаю что вот первая каша гречневая наверное это 100 потом уже когда будут несколько продуктов у него в рационе ну тогда уже порции там через месяц-два можно будет потихонечку увеличивать но пока зная его я думаю что в этом не будет никакой необходимости и в целом я буду смотреть на то сколько он съедает и такой объем ему в общем и предлагать ой молодец от рыжечка грудное молоко до года для нас останется основным продуктом питания ребенка маленький и очень счастливый человек который обожает играть со своим старшим братом который очень очень хорошо на него реагирует он любит когда с ним общается предлагает ему игрушки да и в принципе любит за ним наблюдать и смотреть что же старший брат делает разбит, будет еще одинаково и о хватит в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Мокрая майка теперь все, снять? Да Давайте снимать Свои 6 месяцев он пока не садится, но с большим удовольствием присаживается Поэтому если ребенок изъявляет интерес в таком упражнении То мы с большим-большим удовольствием, так, давай-давай-давай Ему в этом помогаем, мы с большим удовольствием его по чуть-чуть присаживаем Чтобы он тренировал этот навык, да, скажи? Но пока без помощи он, конечно же, не сидит Если его отпустить, то он быстренько-быстренько вернется в горизонтальное положение Зато любая возможность засунуть что-то в рот, она используется, да, скажи? И по большей части, мне кажется, что тянешься ты к маминым рукам Для того, чтобы засунуть себе пальчик в рот Но такие упражнения мы, конечно же, проделываем недлительно Для того, чтобы не оказывать слишком сильное и ненужное давление И нагрузку на позвоночник ребенка Все, что мы, как родители, делаем со своей стороны Это помогаем ребенку развиваться Делаем гимнастику, пробуем упражнения Ну, в целом, помогаем ему самому приходить к тому или иному навыку А такой важный навык, как сидение Ну, это, мне кажется, очень важно Дать ребенку, сделать самому И особо не настаивать, и особо его не присаживать Поскольку здесь нам нужно, чтобы его позвоночник не страдал И все было максимально безопасно Что касается игрушек и прочих предметов Он уже с легкостью эти предметы берет в свою ручку Перебирает с одной ручки в другую И, собственно, очень хорошо взаимодействует с предметами Мелкая моторика у нас развивается И мы каждый день предлагаем ему разные предметы Разные текстуры Для того, чтобы он с ними знакомился И для того, чтобы он пробовал эти предметы в своей ручке И, как вы видели, Рэм предложил брату своему младшему сосочку Важно отметить, что мы уже перешли на больший размер соски У нас сейчас сосочки 6, по-моему, 18 месяцев Все еще Грант очень-очень контактный и общительный ребенок Который обожает любое взаимодействие Любой контакт, любую игру Он очень много смеется, очень много болтает Мы его в доме называем маленьким птеродактилем Потому что он издает уж очень смешные звуки И, конечно же, когда старший брат или я с ним играем Он очень много смеется и отвечает на любой стимул Ну, привет! Все хорошо? У тебя все хорошо? У тебя все хорошо? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это песенка Baby? Песенка Baby? Здорово, что он не боится посторонних людей То есть для него нет никакого развлечения Его домашние, его семья, знакомые люди и незнакомые люди То есть любого человека он с большим интересом Разглядывает, рассматривает И также с большим интересом с этим человеком взаимодействует Больше всего, конечно, этих взаимодействий у нас сейчас в бассейне То есть мы все еще ходим на наши занятия И он здорово плавает И сейчас уже у Грантика было первое занятие, когда он нырял Я как-то была уверена, что ныряние он воспримет очень позитивно Чего нельзя сказать о Рэме Рэм по сей день не ныряет, ему это очень не нравится А вот Грантик ему, ну, в общем-то, как и все остальное занятие Эта часть полюбилась, и он абсолютно не возражал И с большим удовольствием сейчас мы ныряем Больше времени он также может проводить в самостоятельной игре То есть он разглядывает свои руки, ноги Все это отправляется, естественно, в рот И он уже, ну, не так часто требует вовлекаться меня Либо папу, либо Рэма Он уже может сам себя увлечь И как-то заниматься своими игрушечками Либо своими ножками, ручками самостоятельно Он видит уже достаточно далеко То есть мы частенько проверяем его зрение И даже если отойти от ребенка метра на 3-4, от того и больше Он все равно реагирует, когда я появляюсь в поле его зрения И если я улыбаюсь, он отвечает улыбкой То есть он видит достаточно далеко и может рассмотреть мимику Ровно то же самое можно сказать о его слухе Слышит ребенок очень хорошо И это я, конечно же, наблюдаю, когда старший брат играет и шумит в доме Тогда Грант, конечно же, реагирует на каждый шум Он реагирует на наши шаги Он реагирует на наш голос И, конечно же, реагирует, когда называю его имя То есть он его уже может распознать И он уже понимает, что его зовут Грант И буквально несколько дней назад новинка у нас, что ребенок спит на животе Где-то месяц назад, наверное, он стал спать на боку Мы к этому уже давно привыкли И в целом он укладывается спать на боку И вот я, наконец, увидела, что мой ребенок повернулся на животик И спокойно себе спит на животе Насколько для меня это возможно, я за ним наблюдаю Но переворачивать его на бок или на спину я не стала Позволяя ему спать так, как ему удобно Все, что со своей стороны я делаю Это обеспечиваю безопасное пространство в его кроватке Чтобы не было лишних одеял, лишних каких-то игрушек Или тряпочек, или муслинов и прочих каких-то предметов Чтобы ребенок лежал на твердой и очень плоской поверхности Без лишних предметов Таким образом, заботясь о том, чтобы не было никаких препятствий К тому, чтобы ребенок дышал И, в общем, о нашем режиме Мы свой день начинаем с 7 часов утра Время бодрствования у нас 3-4 часа Я, на самом деле, конечно же, придерживалась и смотрела таблицы по нормам его возраста Но в целом, по большей части, я смотрела на самочувствие ребенка И он проявляет уже признаки усталости через 3-4 часа И если выдерживать это время бодрствования, то ночью он тоже спит намного-намного лучше Так что у нас, получается, просыпаемся в 7 часов Где-то в 11-10.30 у нас первый дневной сон Потом снова бодрствование у нас где-то 3-4 часа Первый дневной сон может длиться где-то приблизительно час, может быть полтора Второй дневной сон у него в 14.30 И второй дневной сон у него может продлиться 2-2,5 часа И на ночь мы укладываемся с 7 до 8 часов вечера А первое ночное кормление у него, ну как когда? Если два раза он ест, то первое где-то приблизительно до 2 часов ночи Второе где-то приблизительно в 5 часов утра Ну что ж, подружки, это все наши новости о развитии ребенка в 6 месяцев С большим нетерпением будем ждать нашей встречи через месяц Когда уже будем делиться о том, что же у нас новенького произошло в 7 месяцев Ну а на сегодня с нашей стороны это все Увидимся с вами в следующем нашем видеоролике Пока!